В эфире новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Совсем скоро справят новоселье в собственных квартирах в новостройке микрорайона Пригород Лесное дети-сироты. Здесь, допустим, стоит основная кухня, здесь стоит обеденный стол и также балкончик. То есть в целом все очень выглядит красиво и удобно. На долгострой в поселке Развилка вновь начались работы у объекта. Появился новый инвестор. Все дольщики могут задавать животрепещущие острые вопросы, на которые мы будем отвечать. Соблюдаются ли санитарные меры, введенные в связи с пандемией, в торговых предприятиях Ленинского городского округа? Скажите нам, пожалуйста, у вас есть лицинство-трижка? Вот сейчас прям есть вы продавец? Нет. А кто вы? Вот вы только что отпускали товар. Совсем скоро справят новоселье в собственных квартирах в новостройке микрорайона Пригород Лесное, Владислав Ефремов и Андрей Куприянов, дети, оставшиеся без попечения родителей. Ключи от жилья им вручил лично глава муниципалитета Алексей Спасский. Встретилась с новоселами и наша съемочная группа. Владислав Ефремов и Андрей Куприянов недавно отпраздновали 18-летие. К совершеннолетию они получили прекрасные подарки. Квартиры в новостройке микрорайона Пригород Лесное, что в деревне Месайлова. Лично поздравить ребят и вручить им ключи приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Сегодняшние квартиры, которые, знаете, некий такой подарок на день рождения, раз уж так совпадает, они станут таким первым шажочком вам с тем, чтобы стать в жизни успешными, уверенными и самостоятельными. Да, повторюсь, создать семью. Не сомневаюсь сделать что-то героически прекрасное и для в целом России, и для своей малой родины теперь Ленинского городского. Мы вас поздравляем. Квартиры ребятам положено по программе жилища, действующей на территории Московской области с 2013 года. Согласно программе, все дети-сироты, достигшие совершеннолетия, обеспечиваются собственным жильем. В Ленинском городском округе за это время счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали более 40 юношей и девушек. У нас в этом году по плану предусмотрено 9 квартир, 9 будем выдавать детям. Мы уже два ребенка в конце июня получили жилье в этом же доме прекрасном. Сейчас мы тоже двоим выдаем, ну и к концу года еще 5 человек будут обеспечены. В квартирах общей площадью 33,7 квадратных метра есть все необходимое для жизни. Свежий ремонт, сантехника, электрическая плита. Останется завести мебель и можно праздновать новоселье. Нет такого, что маленькая кухня и основная комната огромная. Допустим, здесь все сбалансировано. То есть здесь, допустим, стоит основная кухня, здесь стоит обеденный стол и также балкончик. То есть в целом все очень выглядит красиво и удобно. Андрей Куприянов учится на разработчика веб и мультимедийных приложений и уже программирует сам. Поэтому в первую очередь планирует обустроить себе удобное рабочее место и в ближайшее время переехать. А вот будущий финансист и музыкант Владислав Ефремов, хоть и очень рад такому подарку, торопиться с переездом пока не планирует. Чтобы жить самому, я думаю, нужно сначала получить работу, стабильный заработок и все остальное. А дальше потом самому придется. Бабушка Влада Наталья Алексеевна по хозяйски оглядев квартиру, также осталась довольна. Я в восторге. Я вот даже не ожидала. Мне так все понравилось. Просто замечательно. Огромное спасибо нашей администрации. И отдельно Светлане Петровне князь. Напомним, что первоначально с ребятами, оставшимися без попечения родители, заключается договор найма специализированного жилого помещения. Также управление опеки и попечительства назначает таким детям пост интернатный патронат, в ходе которого кураторы помогают сиротам адаптироваться к взрослой жизни. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Виктория Никольский, ВИДНОЕ ТВ. На Долгострое в поселке Развилка вновь начались работы. У объекта появился новый инвестор, который самым решительным образом настроен довести дело до конца и закончить строительство микрорайона «Новая Развилка». Руководство муниципалитета вместе с жителями выслушали представителей инвестора на совместные встречи. Детская школа искусств в Развилке является не только очагом культуры, но и местом общения руководства городского округа с жителями. Сегодня на повестке дня вопрос непростой. С 2016 года жители возводящегося микрорайона «Новая Развилка» ждут, когда закончится стройка. И вот в этом деле наметился сдвиг. У объекта появился новый инвестор, готовый довести дело до конца. Мы несколько раз общались с представителем застройщика, со вновь появившимся инвесторов. Они начали наконец-то выдвижение на стройплощадке. Это приятно увидеть, на мой взгляд, недостаточно, но тем не менее, мы видим, что деньги живые они потратили. На сайте застройщика можно увидеть будущий микрорайон «Новая Развилка». Три современных многоквартирных дома, парковки, детские площадки. На деле же лишь один дом готов всего на 30%, а других нет и в помине. И как издевательство, надпись на заборе вокруг недостроенных объектов. Смиритесь. Естественно, что к новому инвестору вопросов у жителей накопилось немало. Вы сказали, что на 11-м корпусе проходят коммуникации. Они живые, да, как я понимаю? Представитель инвестора Алексей Дземчук показал расширенную презентацию и подробно рассказал об организации, которая будет продолжать строительство и представил четкий график работ по всем домам будущего микрорайона. Первая генподрядная организация на 12-м доме «Мирострой». Мы договорились о первом этапе работы, о монолитных работах, и, соответственно, они вышли и начали работу подъема палубки, зачистку арматуры, подготовку к введению монолитных работ. Действительно, уже сейчас на стройке появились люди и заработал башенный кран. Уже поэтому, а также по проведенным предварительным мероприятиям, можно судить о серьезности намерений инвестора. Участники долевого строительства, пришедшие на встречу, также положительно восприняли озвученную информацию. Убедительно говорили многие. Сегодняшний оратор очень понравился. Говорит убедительно, грамотно, правильно. И хотелось бы, чтобы у него все получилось. Мы очень в этом надеемся и верим. И даже после окончания встречи жители не расходились, а уже в неформальной беседе общались с руководством округа и представителями инвестора. Кстати, максимальная открытость к диалогу, этого тоже не хватало людям. Теперь будут созданы чаты во всех мессенджерах и социальных сетях, где жители смогут быстро и оперативно получать ответ на любой вопрос. Для того, чтобы понимать все вопросы, которые есть у дольщиков, вот сейчас вы видите, как бы предоставилась минута. Мы сейчас специально создали все эти ресурсы, и будут еще дополнительные, на которых все дольщики могут задавать животрепещущие острые вопросы, на которые мы будем отвечать. Кроме того, в Инстаграме еженедельно будут выкладываться фото со стройки, чтобы люди могли наблюдать за ходом строительства. Руководство городского округа, в свою очередь, также предъявляет ряд жестких требований. Прежде всего, это касается временных рамок. Нашей договоренностью является то, что уже в ближайшее время он должен показать динамику. Работы уже начались, мы это видим, но он должен показать за ближайшие 2-3 месяца стремительную динамику до стройки корпусов. По предварительным расчетам, получить ключи от новеньких квартир люди смогут в начале 2022 года. Максим Козлов, Александр Логинов, Видное ТВ Соблюдаются ли санитарные меры, введенные в связи с пандемией в торговых предприятиях Ленинского городского округа? Чтобы выяснить это, представители администрации муниципалитета выехали в рейд. Посетили один из торговых центров города Видное, несколько нестационарных торговых объектов и парикмахерскую. О результатах проверки расскажет Юлия Погосян. Перед началом рабочего дня обязательное измерение температуры сотрудников торгового предприятия, ношение масок и перчаток продавцами, наличие санитайзеров на входе в магазин или ТЦ, а также антисептиков на каждой торговой точке, регулярная дезинфекция помещений, разметка социальной дистанции. Вот небольшой, но очень важный перечень требований для общественных мест в период пандемии. Нужно это соблюдать, потому что пандемия еще не ушла. Надо с ней побороться. Представители администрации Ленинского городского округа совместно с общественниками муниципалитета проверили, насколько добросовестно соблюдаются эти санитарные меры в торговых предприятиях. Первым местом инспекции стал городской рынок в Видном. Здесь единственным замечанием стало отсутствие разметки социального дистанцирования. Сейчас прошлись по всем торговым точкам, все соблюдают масочный режим, перчатки, но есть такое замечание, что не везде есть разметка социальной дистанции. Хотели спросить, в какое время сможете устранить сегодня? Да, это не проблема. Все отлично. Ну, я вижу, что здесь узкие проходы, но, соответственно, как бы все равно нужно разметить, чтобы люди придерживались этой социальной дистанции. Делаем. И если с крупными торговыми точками все в порядке, замечаний почти не выявлено, то с нестационарными торговыми объектами, как обычно, много проблем. Правила торговли не соблюдаются, товар выложен за пределами НТО, нет информационной таблички о соблюдении социальной дистанции, нет и документов на торговлю. Должны быть у нас сейчас здесь на торговой точке все сертификаты на продукты. Сейчас посмотрим, есть ли у человека еще и медицинская табличка. Здравствуйте, администрация Ленинского городского округа. Это Николай Иванович Спиринов. Сейчас скажем, пожалуйста. Скажите нам, пожалуйста, у вас есть медицинская табличка? Вот сейчас прямо есть вы продавец? Нет. А кто вы? Вот вы только что отпускали товар. Подобные проверки сотрудники администрации Ленинского городского округа проводят ежедневно. В целом, говорят, ситуация удовлетворительная, но встречаются и несовестливые предприниматели. Беспокойство вызывает именно этот торговый объект, потому что не реагирует на замечания, неоднократно с ним уже приходил и торговый отдел администрации, и территориальный отдел, и, как мы видим, и гостадом технадзор. Выписывались и штрафы, и делалось замечание, но пока мы не видим какого-то должного образа и реагирования торговой точки. Думаю, что следующий будет наш шаг – это сообщение главе о возможности отзыва разрешения и ликвидации и схемы размещения данного объекта. В этот раз в рейде принял участие представитель госадом технадзора, который пояснил, какие меры могут быть применены в отношении таких продавцов. В таком случае вручается уведомление, устанавливается, вот есть информационная доска, там указаны все данные предпринимателя, которые здесь осуществляют деятельность, направляется уведомление о явке в территориальный отдел для рассмотрения, выяснения обстоятельств для рассмотрения дела административного правонарушения. А штраф какой-то за отсутствие документов на месте присутствует? За это не предусмотрена административная ответственность. Парикмахерские и салоны красоты – еще одно общественное место, где в период пандемии предусмотрены особые санитарные меры. Мы сейчас находимся по адресу Березовый дом Ди, здесь уже неоднократно была проверка Роспотребнадзора, но по жалобам жителей эта торговая точка, где оказывают парикмахерские услуги, все равно ведут деятельность без санитарных норм. Это наличие антисептика, масок, одноразовых халатов, которые все парикмахеры должны носить. Сейчас мы вместе с вами уже посмотрим, насколько сейчас выполняются эти нормы. На этот раз к сотрудникам парикмахерской претензий не было. Работа идет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Дорогие друзья предпринимателей, я вас очень прошу, берегите себя, своих близких клиентов и своих сотрудников. Это нужно, и прошу к этому отнестись с пониманием. И не стоит забывать, что санитарные меры распространяются не только на продавцов, но и на покупателей. Посещая торговые точки, не пренебрегайте масками и дезинфицируйте руки. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Виднет-В. В этом году кинотеатр «Искра» отмечает 35-летие. В преддверии праздничных мероприятий клининговая компания «Дримгрупп» приводит в порядок фасадные окна здания. За этим процессом наблюдала наша съемочная группа. У федеральной многопрофильной компании бытовых услуг «Дримгрупп» более 40 филиалов по всей стране. Полтора года назад офис организации открылся и в городе Видное. В преддверии 35-летнего юбилея кинотеатра «Искра» опытные сотрудники клининговой фирмы выполнили работы по мытью фасадных окон здания. Владелица видновского филиала Юлиана Швецова рассказала, чтобы добиться идеальной чистоты стекол в помещении кинотеатра, потребовалось около пяти часов. Объем работы достаточно непростой, окна сложные, очень много загрязнений. Мы используем профессиональную химию в любом виде – и химичистки, и уборки, и мойки фасадов окон. Это профессиональная немецкая химия, профессиональное немецкое оборудование. В «Искре» работает бригада из трех человек, контролирует процесс и следит за качеством уборки менеджер Ирина Алиференко. Старое стекление, очень много разных липких моментов от скотча. Ну, приходится, конечно, ребятам потрудиться. Компания «Дримгрупп» предоставляет более 120 видов услуг. Это мойка фасадов, окон, клининг, как промышленный, так и клининг для частных лиц. Это промышленный альпинизм, химчистка, химчистка ковров, мебели, как на дому, как для частных лиц, так и для юридических компаний. Со всем перечнем работ можно ознакомиться на сайте организации. В настоящий момент в клининговой компании открыты вакансии менеджера, бригадира и управляющего. По всем вопросам можно обращаться в Директ на официальный аккаунт в Инстаграме. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова